2,5 метра. Такой рекорд по прыжкам в длину установил Аким Павлюков. Ему 15 лет, 5 из них он занимается боксом. Комплекс ГТО спортсмен сдаёт каждый год, ведь это не только возможность испытать свои силы, но и дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Я уже сдавал, я считаю, что это надо каждый год проходить. Смотреть, насколько ты вырос в уровне ГТО. Рывок гири, поднятие туловища, прыжок в длину с места, а также тесты на гибкость. Перед прохождением комплекса необходимо ознакомиться с нормативами, согласно возрастным ступеням. Всего их 11. Далее зарегистрироваться на официальном сайте управления спорта в разделе ГТО. Каждому участнику присваивается индивидуальный идентификационный номер, к которому будут привязаны все результаты. К заявке должен прилагаться медицинский допуск от терапевта. Каждый месяц на сайте публикуется график тестирования. У нас анапчане очень здорово выполняют. Они показывают просто прекрасные результаты. И у нас те, кто уже прошли во втором полугодии, даже в 2017 году прошли выполнение нормативов, 40% выполнили на знаки отличия ГТО. И получили бронзовые, серебряные или золотые знаки ГТО. По словам организаторов, выполнять нормативы на максимальный результат с первого раза не обязательно. ГТО можно сдавать постепенно в течение года. Его главная цель – приобщить население к здоровому образу жизни. Следующий этап – сдача нормативов по бегу на короткую и длинную дистанцию состоится 10 марта на стадионе «Спартак». Александр Ребека, Ксения Осипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.